Не все в нашей стране делается для закручивания гаек. Планомерно и не спеша нам, автомобилистам, облегчили процедуру прохождения технического осмотра. Мало того, ее, казалось бы, совсем отменили. И, как пишут издания, повесили на сервисы. Вот только сервисов, выдающих карту технического осмотра, как и дилеров в городах-то нет. А вот пункты технического осмотра остались. И мы вам демонстрируем полное отсутствие очередей на он их. Во-первых, техосмотр не отменили. Отменили форму жетона. Это первое. То есть техосмотр как был, так он и остался. За место жетона сейчас выдается карта технического осмотра, которая получается также на пункте технического осмотра. И с этой картой владелец транспортного средства обязан ездить до тех пор, пока она не истечет в свой срок. И он снова не приедет на пункт и снова будет проходить технический осмотр. То, что касается дилерских центров, на сегодняшний момент, я не знаю ни одного дилерского центра, который был бы аккредитован в РСА. Водитель, если грамотный водитель, можно просто сделать элементарно. Каждый сегодня уважающий себя человек может пользоваться компьютером. То есть можно спокойно зайти на сайт РСА. Там есть в том числе и пункты технического осмотра, которые аккредитованы в РСА. Именно нужно ехать на эти пункты. Объясняю почему. Если человек не приехал на данный пункт и произошла какая-то транспортная ситуация и авария, то в итоге потом человек, автовладелец, он не получит тех средств на ремонт данного своего транспортного средства автомобиля и останется у разбитого корыта. Что касается, еще раз, дилерских центров, то есть на сегодняшний момент много идет споров. Почему? То, что дилерские центры, они начнут как бы доить водителей. Почему? Потому что ему будет выгодно найти тысячу неисправностей в данном автомобиле, чтобы потом этот автомобиль ремонтировать и делать. И водитель потом окажется, опять же, у разбитого корыта и будет вынужден заплатить очень большие деньги за прохождение технического осмотра. Поэтому тут нужно быть внимательным к этим вопросам и ехать уже на те пункты, которые уже известны в народе, в частности в нашем городе. Вы как знаете, у нас три пункта технического осмотра автомобильного транспорта, где проходит качественный осмотр автомобильного транспорта. Мы не заинтересованы, чтобы у водителя выявлять там тысячи каких-то неисправностей, а именно то, что полагается по регламенту, мы проверяем водителя, предупреждаем. Если возможно устранить эту неисправность на месте, то наши операторы их устраняют, не взымая с водителями копейки. То есть то, что положено заплатить за тех осмотра, то они и оплачивают. У нас есть приказ внутренний по предприятию, чтобы все регулировочные работы, которые мы проводим на данном транспортном средстве, они обходятся для водителя бесплатно. Почему же раньше здесь были толпы народу и толпы машин? Да все очень просто. Прежний талон техосмотра был строго привязан по месяцам. И его надо было вешать на видном месте. Естественно, народ тянул до последнего и в ажиотаже бился в истерике материоперсонал и работников милиции. Сегодня, в принципе, если не нарушать, то можно кататься и без страховки. Ну а тех, кому нужна гарантия от того, что его не подвесят за нежное место, ну для тех, кого ОСАГО окрыляет. Есть время всегда быстро пройти технический осмотр на уже знакомых и полюбившихся годами пунктах фирмы Подъемник. Кстати, страховку продлить можно здесь же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...